Белорусские НПЗ после модернизации смогут перерабатывать 24 миллиона тонн нефти в год. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на полях Атомэкспо в Москве. Сегодня Белоруссия и Росатом обсудили дальнейшую совместную работу. Что касается строительства АЭС в Островце, то, по словам главы белорусской делегации, стороны сошлись на том, что надо усиливать работу на первом блоке. Он должен быть сдан уже к 2019 году, второй — к 2020. Владимир Семашко отметил, что запуск Белорусской АЭС поможет снизить зависимость от поставок природного газа. Сегодня в нашей стране 95% вырабатываемой энергии приходится именно на голубое топливо. Поэтому источники энергии необходимо диверсифицировать. С пуском атомной станции мы уходим от этой зависимости, мы переходим с красной зоны в желтую зону, даже попадаем в зеленую зону, потому что у нас уже процентов 26-27 будет уже выработка атомной станции. Сегодня мы где-то по прошлому году 19,4 миллиарда кубометров газа потребили. Для круглого 20 миллиардов будем потреблять кубометров газа. С пуском атомной станции мы уменьшим потребление газа на 5,5 миллиарда. Будем где-то 14,5 миллиарда. Это существенно. Международный форум Атомэкспо проводится ежегодно, начиная с 2009-го. Это крупнейшая выставочная и деловая площадка, где обсуждается современное состояние атомной отрасли. В этот раз в форуме принимают участие более 600 компаний из 62 стран. Беларусь в Атомэкспо участвует третий год подряд.